С 1 сентября 2019 года малообеспеченным семьям, которые отправляют своего ребенка в первый класс, будет выдан специальный набор. Новый закон принят депутатами Московской областной думы по решению главы региона. В набор первоклассников входит рюкзак и все необходимые канцелярские принадлежности. Сейчас разработано постановление правительства Московской области о порядке выдачи этих наборов. И с 22 августа мы начинаем принимать заявления от малоимущественных семей, которые ведут своего ребеночка в первый класс, для определения малоимущества. Документы принимаются за три месяца. Документы традиционные, то есть справки о доходах за три предыдущих месяца. Большинство из этих семей каждые полгода или каждые три месяца, в зависимости от видов меры поддержки, такие документы предоставляют, знают, как это делается, но не требуют больших каких-то для них затрат временных. Кроме этого, правительством Московской области ежегодно принимается решение об опережающих выплатах. Мы традиционно в августе перечисляем так называемые детские пособия, на самом деле это пособия малоимущим семьям на детей, опережающими темпами, то есть посылаем и за август, и за сентябрь. То есть люди получают те пособия, которые они получают ежемесячно, в двойном размере, с тем, чтобы можно было их потратить на подготовку к школе. В сентябре, естественно, они это пособие уже не получат. Губернатор Московской области Андрей Ильич Воробьев принял решение о компенсационных выплатах на форму для детей из многодетных семей из бюджета Московской области. И в последние годы она унифицировалась. Если вначале нужно было сдавать чеки, отчитываться о том, что купили, не купили и так далее, то сегодня принято решение, что с 1 января каждого года до 5 декабря соответствующего календарного года можно подать заявление на компенсационную выплату. И каждая учащаяся в образовательной школе государственного и муниципального уровня в Московской области может получить 3000 рублей, если он из числа многодетной семьи. Для этого многодетным родителям необходимо написать заявление вне зависимости от календарного месяца, но только один раз в год при себе иметь справку о том, что ребенок учится в школе. Еще одно не менее важное решение было принято губернатором Московской области по оказанию помощи в подготовке к школе семьям, воспитывающим детей инвалидов. В Московской области действует большая организация Ассоциации родителей детей инвалидов. Было обращение такого порядка, что приобрести форму детям, обучающимся в образовательных учреждениях, часто очень сложно. То есть приходится делать какие-то индивидальные заказы, потому что дети нестандартные, дети имеют какие-то определенные недостатки физического развития и так далее, и они под общие какие-то лекала не очень подходят. И поэтому для них приобретение этой формы становится более дорогим и более, так сказать, сложным. Второй важный момент заключается в том, что питание этих детей в школе, соответственно, тоже часто вызывает проблемы. То есть несмотря на то, что питание школьное серьезно регулируется с возможными санпинами и другими документами, но дети со склонениями здоровья, да, с ограничением здоровья, они часто требуют свою собственную отдельную какую-то диету, им не всегда подходит то, что кормят в школе, им приходится дополнительно там тратиться какие-то там приобретения, подготовку, что тем, чтобы было питаться. И было принято решение в прошлом году, что будет ежегодная выплата в 13 020 рублей каждой семье на ребенка инвалида, обучающихся в образовательных учреждениях, так сказать, нашей Московской области. Решение было принято с 1 сентября прошлого года, а в этом году такую помощь семьи, воспитывающие детей инвалидов, получали уже с 1 января. Собрать детей в школу, которые остро в этом нуждаются, помимо государства, помогают и общественные организации. Так Центры развития волонтерства при молодежном клубе совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних городского округа Орехово-Зуево и Общественной палатой провели благотворительную акцию в одном из торговых центров. Желающие могли положить в специально отведенные корзинки школьно-письменные и иные канцелярские товары. Что касается темы подготовки к школе, действует и специальная программа льготного проезда учащихся. Право пользования, карта и стрелка, льготные тарификации можно подтвердить на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok